Недоплачивают за контакт с коронавирусными больными. В интернете появилось обращение от водителей скорой помощи. Самый популярный арт-объект. Сегодня мы подробнее расскажем об испытаниях на прочность знаменитого дерева рода. Несколько часов в маске и перчатках. Как пройдет ЕГЭ в условиях пандемии. Об этом и не только расскажем сегодня в выпуске. И начнем выпуск с очень громкой и резонансной новости. Сегодня прошло заседание суда Кассационной инстанции по обжалованию приговора Березняковского городского суда по делу Андрея Рашидова, бывшего директора бассейна «Кристалл». Как нам только что сообщил по телефону отец Андрея Ренат Рашидов, заседание прошло успешно и его сын скоро приедет домой. Напомним, в сентябре прошлого года Березняковская эфемида обвинила Андрея Рашидова в мошенничестве и причинении имущественного ущерба на несколько миллионов рублей, когда он занимал должность директора бассейна «Кристалл». Приговор был таков. Четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 60 тысяч рублей. Кроме того, суд постановил взыскать с Андрея Рашидова 3 миллиона 800 тысяч рублей в пользу администрации города. Сегодня прошло заседание суда касационной инстанции по обжалованию приговора Березняковского суда, на котором Андрея Рашидова освободили из-под стражи. Сегодня же мы связались с отцом Андрея, Ренадом Рашидовым, и он дал нам небольшое телефонное интервью. Сегодня состоялся суд, на котором сказали прокуратура, которая там присутствует, сказала, говорит, кому вы, говорит, перешли дорогу состава преступления, говорит, мы вообще не видим. Это так сказала прокуратура. Вот. И Андрея освободили. Он сказал, что на следующей неделе будет дома, а прокуратура займется этим делом. Вот он нам звонил, сказал, что чувствует себя нормально, очень рад. Мы тоже надеялись, что справедливость все-таки восторжествует. И мы думаем, что вот чиновники, которые здесь против него сфабриковали дело, все-таки понесут наказание. Это очень бы нам хотелось, потому что он ни за что отсидел 8 месяцев. По словам родственников Андрея Рашидова, касационный суд полностью отменил приговор Березняковского суда, включая отмену всех штрафов и освободил Андрея Рашидова из-под стражи. А дело будет передано на повторное рассмотрение в Краевую прокуратуру. Подробнее о том, как прошел сегодняшний суд, мы расскажем в одном из наших следующих выпусков новостей. Продолжу выпуск новостями из Краевой больницы имени Вагнера. Еще у двух березняковцев результат тестирования на коронавирус оказался положительным. Одного зараженного госпитализировали, другого оставили на дому под наблюдением врачей. По состоянию на 27 мая в инфекционном отделении Краевой больницы имени Вагнера с подтвержденным диагнозом COVID-19 находятся 14 человек. Накануне поступил мужчина 38 года рождения с пневмонией. У него были взяты анализы, которые подтвердили наличие коронавирусной инфекции. Его супруга ранее была госпитализирована в отделении с диагнозом COVID-19 и сейчас также проходит лечение. Еще у одной жительницы Березняков пришли анализы, подтверждающие наличие коронавирусной инфекции. По постановлению Роспотребнадзора пациентка была изолирована на дому под ежедневным наблюдением медицинских работников в связи с отсутствием клинических проявлений заболевания. Таким образом, сегодня лечение в Березняковской больнице получает 4 человека из Кизила, по одному из Александровска, Усоли, Губахи и Красновишерска и 6 из Березняков. Под наблюдением врачей Краевой больницы имени Вагнера находится 221 березняковец. В Пермском крае за прошедшие сутки выявлено 44 новых случаев заражения COVID-19. Общее число инфицированных в Прикаме достигло 1495 человек. На сегодня в регионе зафиксировано 84 случая заболевания у детей. Из них 49 переносят или уже перенесли болезнь в очень легкой форме, без симптомов заболевания. 27 человек в легкой форме и лишь 8 детей переносят инфекцию в средней степени тяжести. 38 несовершеннолетних пациентов уже были выписаны по выздоровлению. Всем остальным оказывается необходимое лечение и врачебное наблюдение. Водителям Березняковской скорой помощи не платят за работу с зараженными коронавирусом. Такая информация разлетелась сегодня в соцсетях. Появился и видеоролик с жалобой. Сергей Коленик проверил, а так ли это. Хотим добиться справедливости, которые по выплатам президентским за коронавирус, которые нам не были выплачены. Устали ждать у моря погоды и записали обращения в массы. На этих кадрах водители скорой помощи, находящихся на аутсорсинге у Березняковской станции и представляющие братство медиков из Губаки, Кизила Александровской и Горнозаводска. Они бьют во все колокола, ведь работать приходится без средств индивидуальной защиты от коронавируса. Также в своем видеообращении они сетуют. Никто им не доплачивает за работу с зараженными людьми. Так ли это? С этим вопросом мы поехали на Березняковскую станцию скорой помощи. Руководство застать не удалось. Местные водители утверждают. Выплаты они получили, как и положено. Положенные выплаты вам доплачивают? Почему нет? Доплачиваю. Все хорошо. Главный врач Березняковской станции скорой медицинской помощи Михаил Николов от официальных комментариев отказался. Лишь в телефонном разговоре пояснил. Эти сотрудники формально никак не относятся к нашей станции. В штате не значатся. Это водители компании «Нацмедхолдинг». Фирма предоставляет транспортные услуги для Березняковской скорой. Все расчеты с водителями производит транспортная компания «Нацмедхолдинг», владелец которой Евгений Фридман пояснил. В Пермском крае принято решение. Выплаты водителям должны производить напрямую под станции, минуя компанию подрядчика. Далее цитата. «В Пермском крае все станции платят напрямую. Мы к этим деньгам не имеем никакого отношения. Минздрав принял такое решение». Конец цитаты. Фридман также заявил, средствами индивидуальной защиты водителей должны обеспечивать на подстанции. По его мнению, Березняковская станция скорой помощи должна возить в Губаху, Кизил и другие города маски, костюмы и перчатки. Тем временем мы написали официальный запрос в Минздрав. В ближайшее время нам ответят, кто и когда должен выплатить надбавки за работу с больными коронавирусом, а также кто будет обеспечивать водителей скорой средствами защиты. Сергей Колейник, Дмитрий Воронушкин, Новости Верхниками. К происшествиям. На трассе Кунгур-Соликамск в районе отворота на трамплины произошло ДТП. Дорогу не смогли поделить две легковушки – корейский универсал и отечественный седан. Авария произошла накануне в шестом часу вечера. 68-летний водитель на осенней Киа Рио разворачивался на трассе и не пропустил «Ладу Гранта», идущую со стороны Соликамска в сторону Яевы. За рулем находился 25-летний водитель. Ему была оказана разовая помощь медиков. Серьезных травм никто не получил. Это место вызывает много споров у водителей. Участок трассы был построен недавно. Разворот есть лишь здесь. И многие считают его опасным. К этой теме мы вернемся в ближайшее время и расскажем, какие меры планируют предпринять инспекторы ГИБДД, чтобы обезопасить этот участок. Старая песня о главном. Депутаты Березняковской думы рассмотрели отчет по исполнению бюджета города. Как видно из цифр документа, не все запланированное удалось сделать. Например, десятки миллионов рублей, направленные на реконструкцию кинотеатра «Авангард», вернулись обратно в бюджет. Почему так произошло, узнал Андрей Фадеев. Кто за данное решение? Прошу голосовать. Майское заседание думы прошло уже в привычном режиме видеоконференц-связи. Основной вопрос повестки, утверждение отчета об исполнении бюджета города за 2019 год. Отчет имел социальную направленность, исполнялся по 13 программам. Выполнение бюджета по статьям дохода составило порядка 86%, по статьям расхода 77%. Одна из задач, которую в прошлом году реализовать не удалось, это продолжение реконструкции «Авангарда». В 2019 году на эти цели было выделено 82 миллиона рублей, но исполнить этот инвест-проект удалось лишь на 7 миллионов 440 тысяч, или 9%. Остальные деньги вернулись в бюджет. Это случилось потому, что подрядчик не выполнил своих обязательств. Сейчас договор с ним расторгнут. А для работы с будущим исполнителем контракта требуется скорректировать проектно-сметную документацию, так как предыдущий вариант уже устарел. Сейчас мы полностью все собрали, все, которые были переделки, недоделки, первоначально проектом старым, все это свели воедино, и сейчас мы выходим на корректировку проекта и на экспертизу. А сколько времени это займет? 250 дней. Сколько? То есть к работам физически мы поступим только в следующем году. После такого заявления Вадима Степаненко в голову невольно приходят слова известной советской песни. И вновь продолжается бой, и сердцу тревожно в груди. Единственное, что в этом году здесь все-таки запланировано провести, это вынос инженерных сетей на территории «Авангарда». Эти работы будут идти по отдельному проекту, а также устранение замечаний по фасаду в рамках гарантийных обязательств подрядчика. С остальным придется подождать. Депутатов все же заинтересовал вопрос, почему «Авангарду» так не везет с подрядчиками. У нас это вообще как бы в Кубе получается, это не одна причина. Вообще изначально ошеление, что не нужно было на этапы развивать проект. На данный момент у нас остался один этап, мы свели все в один этап. То есть все недоделки, все переделки, которые по данному объекту, мы их свели в один этап. Мы сейчас получаем заключение, в том числе их выполнить из них. Мы будем закачивать объект. Надеяться, конечно, можно и нужно. Деньги у города на завершение работ по «Авангарду» есть, а вот добросовестного подрядчика еще надо поискать. Андрей Фадеев, Дмитрий Воронушкин, Новости Верхнекамье. Мы вернемся после короткой рекламы. Оставайтесь с нами. Дерево рода словно рок-звезда. Каждое действие рядом с ним – новая почва для обсуждения. В этот раз поводом для разговоров стала вчерашняя экспертиза и работы у арт-объекта. Кристина Придеина прольет свет на новые подробности. Напомним, вчера у дерева рода в Рябиновом сквере появились строительные ограждения. С табличками идут работы. Администрация гордо рассказала, что это было. 26 мая специалистами независимой экспертной организации проводилась экспертиза выполненных работ при установке арт-объекта дерева рода. Экспертиза объекта назначена арбитражным судом Пермского края в рамках судебного разбирательства между МАО Культурно-деловой центр и ООО «Эвент-артель». Оказалось, подрядчик ООО «Эвент-артель», который возводил объект, подал в суд на Культурно-деловой центр Березняков с требованием взыскать долг и неустойку. Тогда суд назначил экспертизу независимыми экспертами. Вчера для проведения экспертизы у дерева рода были проведены вскрышные работы. По-видимому, это ямы по бокам от арт-объекта. Согласно решению суда, закрыть эти ямы нужно тем же материалом, что и был ранее. Но делать это должна не экспертная организация, которую нанимали для проведения обследования. Сейчас ямы закидали обломками асфальта, а вокруг объекта до сих пор стоят ограждения. Видимо, работы у дерева рода еще продолжатся. Почему Березняковский КДЦ не выплатил денежные обязательства и за что с них просят неустойку подрядчик, городская администрация пока не поясняет. Кристина Придейна, Степан Некрасов, Новости Верхниками. Продолжим выпуск. Тема из области образования. Накануне стали известны даты проведения единого госэкзамена. Его перенесли на начало июня. Как изменится процедура, сдача расскажет Вера Пономарева. В последние дни для выпускников, планирующих сдавать ЕГЭ, чуть ли не главным вопросом было точное расписание единого госэкзамена. Сейчас даты известны. ЕГЭ перенесли на начало июля. Утверждено, 29 и 30 у нас пройдут пробные экзамены без присутствия детей, выпускников. Мы будем отрабатывать процедуру и проверять технику, насколько мы готовы к проведению настоящего ЕГЭ. Учная волна у нас начнется с 3 июля и продолжится до 24. Далее будут у нас резервные дни. Экзамены по датам распределили так. На 3 июля запланированы экзамены по географии, литературе и информатике. 6 и 7 июля будет сдаваться русский язык. Профильная математика запланирована на 10 июля. Экзамен по истории и физике пройдет 13 июля, а по обществознанию и химии – 16. 20 июля – биология и письменная часть по иностранным языкам. И завершит основной этап – устная часть по иностранным языкам – 22 и 23 июля. Резервные дни запланированы на 24 июля по всем предметам, кроме русского и иностранных языков. И на 25 июля по всем предметам. А с 3 по 8 августа экзамен смогут сдать те выпускники, которые по уважительным причинам не смогли присутствовать на экзамене в основные сроки. Все выпускники и работники пункта проведения экзамена в дни проведения экзаменов при входе будут проходить термометрию. У нас приобретены бесконтактные термометры. На входе у нас также будут дезинфицирующие средства находиться. В нашем городе три пункта проведения ЕГЭ. Это школа номер 1, 5, 11. Каждый пункт будет оборудован всем необходимым для честной, а главное – безопасной сдачи единого госэкзамена. Помещения школ будут проветриваться и обрабатываться специальными средствами. Напомним и то, что не все в этом году будут сдавать ЕГЭ. Процедуру экзамена пройдут те выпускники, которые планируют поступать в ВУЗ. Сдавать они будут только необходимые для поступления предметы. Никита Коваленко в этом году заканчивает лицей. ЕГЭ планирует сдавать по русскому языку, математике и информатике. Мечтает стать программистом. Говорит, готовиться дистанционно даже удобнее. Ничего не отвлекает от учебы. Я думаю, что новые правила проведения ЕГЭ никак не помешают сдать экзамен. А что касается дат, ну, лучше уж в середине лета, но зато, во-первых, есть больше времени подготовиться. Во-вторых, уже не хочется, чтобы их опять переносили куда-то. Хочется просто уже сдать и поступить в ВУЗ. Набор участника ЕГЭ в этом году также изменится. Каждый выпускник должен иметь при себе не только уже привычный паспорт и ручку с черными чернилами, но и такие актуальные сегодня маску и перчатки. В Березняках изначально было зарегистрировано на сдачу ЕГЭ 665 выпускников текущего года. В настоящее время заявилось 587 11-классников. 78 выпускников ЕГЭ сдавать не будут. Аттестаты получат только те ребята, кто успешно справились с итоговым собеседованием для девятых и с итоговым сочинением для одиннадцатых классов. Каким образом будет проходить вручение, точно неизвестно. Главное, что их выдадут в срок до 15 июня. Вера Пономарева, Степан Некрасов, Новости Верхнекамья. Это были главные новости Верхнекамья. Смотрите нас ВКонтакте и на канале Верхнекамья ТВ. В студии была Екатерина Кравцова. Будьте здоровы и берегите себя. Работают все офисы. Юбилейная 111, Пятилетки 36, Пятилетки 87, Ленина 59 и в Любимове до Щеникова 9. 28 мая на территории Верхнекамья синоптики прогнозируют переменную облачность и дожди. В Александровске и Кизеле плюс 14 ожидается гроза. В Соликамске тоже плюс 14. В Березняках в четверг температура воздуха ночью плюс 15. В дневные часы также плюс 15 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный 5 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду. 28 мая солнечная активность умеренная, геомагнитное поле слабо возмущенное. Кудесник представляет раздвижные окна слайдерс. На вашем балконе тепло, тихо и просторно. Слайдерс технологии скольжения. Юбилейная 111 и Пятилетки 87, телефон 225-737. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова